ну что ребят всем привет сегодня у нас 30 декабря предновогодний выпуск вот и в этом выпуске я бы хотел подвести итоги 2018 года вспомнить гусиную охоту как это было ставить несколько моментов вот вспомнить грибы правда в этом году их было немного также поиск с металлоискателем я знаю большинство ребят смотрят из-за охоты в основном очень хорошее открытие было у меня по утке также посмотрим вот по зайцу вы в этом году выездов было мало и очень много выпало снега поэтому не удалось мне добыть в этом году зайца но я думаю январские праздники этот момент восполню и выпущу новый фильм также в новом году у меня будет хочу для вас снять охоту на лунках на тетерево вот выйду в специальном угодье где это разрешено возьму путевки там и я надеюсь удача будет на нашей стороне подмосковье охота на зайца разрешена до конца февраля так что я думаю выезда еще будут но в основном я хочу посвятить рыбалки скорее но так как лыж у меня хороших нет сегодня выбрался на водоем чтобы этот день провести здесь сегодня ну и показать вам может какую-то рыбалку вот ребят прибыли разборились была первая поклевочка неактивный фокус может и мелкая плотвичка мотыля пока не хочу подсаживать пытаясь поймать на голову чертика опять беленький чертик такой вот как обычно ну посмотрим вот он первый гигантский окунь трофейный ребят вот предновогодний на царить надо искать покрупнее кстати по новому закону о рыболовстве большая шумиха сейчас идет я вставлю видеоролик посмотрите напишите свое мнение в комментариях по поводу этого рыбалка стала очень дорогим удовольствием в силу вступили новые правила рыболовство для волжско-каспийского бассейна главное изменение лимит на общее количество рыбы например судаков больше трех нельзя и нельзя брать молот штраф более трех тысяч рублей за каждую лишнюю или молодую рыбешку инспекторы рыбнадзора сегодня вышли в первый рейд по этим новым правилам добрый день рыба ловится ну давайте похвалить словом уловом похвалитесь ну как снизу ну что откроем ящик тогда ящик пожалуйста ну как посмотреть а говорить не ловится все равно что-то ловится это у нас вот этот судак у нас да судак а говорить ничего не поймали вас как звать то Валентин Батькович вы какого года рождения сколько вот я чего могу сказать правило имболовство у нас ограничивает размер либо разрешенный к вылову вы послушайте меня ограничивать это значит что сколько сантиметров саму маленькую рыбу можете поймать не знаю сорок я ловлю уже вот смотрите смотрите сейчас меня только послушайте вы сразу рыбачите вам расходите от верхней губы до основания средних лучей половника должно быть сорок сантиметров вот в этом двадцать восемь приблизительно вот в этом тридцать пять во вторых разрешено за сутки человеку поймать всего трех судаков трех всего чтобы общий вес был не больше десяти килограмм вы поймали четыре то есть вы нарушили правила рыболовства я не знаю вы будете записывать не забудьте выписывать каждая рыбина стоит сейчас 3700 почти каждая рыбина вот и посчитайте сколько деду с сорокого года рождения вы выпишите а вы представляете еще два рубля за нарушение правила рыболовства ты раз вот вот понимаете вот что делать я не знаю ты сейчас лет рыбачил я не знаю никогда не было такой таковы правила рыболовства не читайте никогда сколько будем рыбачить каждый рыбина почти 4000 штрафа посчитай 4 рыбины сколько аж 4 на 4 а 16 плюс 2 18 да 18 рубликов почти ну 15 рублей будет вот что это делать с ними у вас пенсия то какая 12000 вот а штраф будет больше чем пенсия ловит судаков по 16 сантиметров куда это делать вот таких по 2 по 3 куда их их не то что жрать их вообще не знаю куда и ловит и уложит себе в ящик когда большая рыба вырастет никогда потому что вылавливают как раз у нас любители сетку такой суда кони попадется здесь бывает до 1000 человек ,сидит когда где-то нельзя ловить там где промоит или чё они все приходят сюда и ловит они все здесь эту рыбу и получается вот они всегда когда начнешь писать на них они жалуются на этих на кто сетками ловит которые сетками ловит ловит конечно нельзя но они крупный рыбал они такую ситуацию не ловят они чего выловлют белку рыбу из-за этого он не вырастет никогда судак большим они не попробуют большую рыбу и другая никто не ловит вот наши разные деды и trainer Чё, Васильич, вот, на 15 с лишним тысяч, с 40-го года рождения. Вот чё-то. Писеть вот стоит. Вам 2 тысяч штрафу и плюс 15, 16,5 тысяч ущерб. Это вообще... Рыбы-то нет, рыбы-то нет. Так зачем берёте мелочь-то? Ну, я вот за зиму первый раз поймал её. Ну, повезло, значит, вам. Повезло, правильно, повезло. Рыбы-то нету нифига, сейчас рыбы-то, мы не лоим рыбы, сейчас её нету. Ну я так, если вы взрослый человек, вот такую мелочь, вы должны пример показывать, а вы что делаете? Тут щетями ловят, вы их не трогаете. Вот, вон нашли сеть, вон нашли сеть, сейчас подходите, посмотрите, как мы их не трогаем. Куда такая рыба? Я не знаю. Это судаки. Такие же судаки, как у него. Зачем такую ловить? Пожарить. Какого размера рыбу можно вылавливать? Судака, какого размера? Попался. От 40, ну попался отпустить. Поймали, отпустите, вы должны линейку на ящике, на буро сделать, на пешне, на чем. Делать линеечку и мерить рыбу. Поймали меньше рыбы, отпустили. Штраф-то очень большой. За каждую рыбу по 3 300 и плюс еще 2 рубля. Это полпенсии мне. Так а вы знаете, что в 10 раз штраф увеличился на рыбу? Нет. Вот так, таковые не читайте никогда правила. Вот куда вот он? Вот куда? Вырастают до 15 килограмм они, до 16. Вот для чего вам вот это вот? А чтобы никто не ел. Вот для чего? Вот сейчас представляете вот, если сейчас вот, он стоит 3 3005. Вот вы заплатите сейчас штраф 2000 рублей и у вас там 2 штучки, 6 610 вы заплатите. Полпенсии мы. А вот у человека 2 пенсии попалось, вот у него 5. Откройте сайт Росрыболовных, посчитайте наши правила рыболовных. Иначе так и будут вас всю жизнь наказывать. Только если раньше они стоили 250 рублей, то сейчас видите какая сумма. Кстати, на первый раз рыбинспекторы пенсионеров отпустили и штрафовать не стали. Но эти рейды будут регулярными и в конце концов инспекция начнет взимать штрафы в полном объеме. Потому что, кажется, резонанс очень большой будет. Когда так пенсионеров обижают. Он даже про этот закон не слышал ничего. Так что буду ждать ваших комментариев. Рыбочки вот есть пару человек. Но все-таки 30 декабря все готовятся к новому году. Что я хочу вам пожелать в новом году? Счастья, здоровья крепкого. Здоровье в наше время это самое важное. Не важно есть у тебя деньги, нет у тебя денег. Если нет здоровья, то жизнь она постепенно заканчивается. Чтобы 2019 год для нас с вами был намного позитивнее. 2018 год для моего канала был такой развивающийся. Мы перевалили за 1000 подписчиков. Это было классно. Сейчас мы подбираемся с вами до 2000. На данный момент 1787 подписчиков. Это здорово. Спасибо, что смотрите. Надо развивать активность на канале, чтобы просмотров было больше. Потому что подписчиков много, а просмотров я смотрю 300-400. Но я понимаю, что многие ждут охоту на гуся, на утку, еще там. Рыбалочку тоже, ребята, интересно. Надо смотреть. Мы в январские праздники поедем на Таежную речку. Попытаемся там половить окуня. Знаю, что есть там ясь, подъязок. Редкость, но есть. Так что не будем затягивать это видео. Еще раз советую посмотреть охоту на гуся, охоту на утку. Также рыбалка на щуку у меня есть, на жерлице. Очень эффективная рыбалка. Ладно. Всем удачи. С наступающим Новым Годом. Подписывайтесь на канал. Думаю, будет интересно. Вы молодцы. Пока.